На следующей неделе в Госдуме рассмотрят законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и общественных местах. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. В частности, в законопроекте говорится, что QR-коды понадобятся при посещении культурных учреждений, непродовольственных магазинов и кафе. Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул, что разработка закона требует самого внимательного отношения. Что касается сертификатов о вакцинации, они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки. И по этому пути, мы с вами тоже это хорошо знаем, идут практически все страны. Все страны, без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся. Поэтому, прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать. Добавим, накануне депутаты Законодательного собрания Ямала поддержали проект федерального закона. При принятии решения депутаты учитывали многочисленные обращения ямальцев, в том числе в соцсетях, которые поддерживают создание COVID-free zone, сообщает пресс-служба окружного парламента. Продолжение следует...